Эфир с телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухралиева. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем вам в выпуске. Концерты, флешмобы и спортивные состязания. В городах и районах республики ко дню России прошли мероприятия, в которых приняли участие тысячи жителей региона. За победу, за наших дзюдоисты из разных уголков Дагестана и регионов страны сошлись на открытом республиканском турнире в Агульском районе. Экстремальный спорт, тысячи зрителей и яркие эмоции. На крепости Нарынкала в Дербенте впервые на Северном Кавказе прошел фестиваль «Уличная классика». Праздничные концерты, флешмобы, выставки и спортивные состязания. 12 июня. Все приурочено ко дню России. В городах и районах традиционно прошли мероприятия, в которых приняли участие тысячи жителей региона. Самый важный государственный праздник масштабный отметили в Махачкале и Каспийске. В городе трудовой доблести прошел общегородской велопробег, который стартовал от стадиона Анжа-Арена. Каспийчане присоединились к акции целыми семьями и коллективами. Велосипедисты проехали по главным улицам и финишировали в парке культуры и отдыха, где их ждали вкусные угощения и чай. День России объединяет всех, кто любит и гордится Родиной, ее славной историей и победами, научными прорывами, культурными достижениями и спортивными триумфами, отметил в своем поздравлении дагестанцам глава республики Сергей Меликов. Важно помнить и всем сердцем чувствовать, что каждый из нас гражданин великой, непобедимой страны. Благодарю вас всех за неравнодушие, за верность традициям и долгу, за неустанную заботу о развитии и процветании родного края и всей России, говорится в тексте. С Днем России жители республики поздравила и муфти, и дагестановшие Хахмадо Фанди. В этот день я хочу пожелать, чтобы каждый из нас в меру своих сил и возможностей стремился к процветанию своей Родины, чтобы жители нашей страны были едины. Пусть Всевышний убережет всех нас от различных бед и смут. Желаю всем добра, мира и благополучия. А накануне духовный лидер республики посетил торжественное мероприятие в Агульском районе. После ремонтных работ в селении Тпик открыли старинную мечеть. Здание является памятником истории и архитектуры федерального значения. Оно было построено еще в 18-19 веках. Теперь после полной реставрации сюда могут приходить сотни прихожан. В первую очередь то, что сохранили мечеть, такой старый, в таком виде, это барокат наших родителей, отцов, предков. Я так чему говорю, чтобы мы тоже не забывали своих детей, что воспитали, вложили в них особенную религию, потому что наше спасение одно. Что это? Это религия. На открытие приехали гости со всей республики. Церемония сопровождалась выступлениями богословов и активистов района и словами благодарности в адрес всех тех, кто внес посильный вклад в реконструкцию мечети. Я хочу, прежде всего, выразить огромную благодарность нашему муфтию Ахмад Хаджи, нашему шейху, который нас облагодетельствовал, наш район, уже за год вторым своим визитом. И второе, я хочу поблагодарить тех людей, которые внесли лепту, хоть рублем, хоть словом, хоть делом, в реконструкцию этой мечети. Конечно, мечеть – это сердце, сердце каждого народа. И когда мы сюда заходили, и раньше, конечно, мы совершали тоже намаз. Всевышний принимал наш дуан. Но вот сейчас условия созданы для того, чтобы здесь джамаата стало больше. В завершении мероприятия жители района преподнесли муфтию памятный подарок – серебряную саблю с дамасским клинком. Они поблагодарили шейха за огромный вклад в развитие ислама и сохранение исторического наследия мусульман региона. Здесь же, в Агульском районе, прошло еще одно примечательное событие. Диудаисты из разных уголков Дагестана и регионов России собрались на третий по счету республиканский турнир, который приурочили ко Дню России. Ежегодные соревнования среди юношей в честь Героя России Зулкаида Каидова прошли в селе Тпик. Что интересного было на татаме, узнаем в материале Курбана Рагимова. Махачкала, Дербент, Кизелюрт. Свои составы привезли команды Московской и Орловской областей. И это лишь часть дружин, приехавших в Высокогорно-Огульский район, показать свое мастерство. Третий турнир на призы Зулкаида Каидова собрал более 200 спортсменов. Спор за победу в спортзале селения Тпик сошли с юношей в возрасте до 18 лет. Я здесь нахожусь уже второй раз, это уже третий турнир. И что могу сказать, улучшение, наверное, как в организационном плане, так же и по спортсменам, тем, которые сегодня принимают участие, их мастерству. Значит, есть интерес к этому турниру. И очень много известных, перспективных ребят сегодня здесь выступают, показывают свое мастерство своим болельщикам. И очень приятно, что очень много регионов. Здесь со всей России приехали ребята, открыты. В течение двух дней зрители и болельщики могли насладиться яркой борьбой. Эффектные приемы дзюдоисты показывали еще с самой ранней стадии. За всем этим зрелищем на татаме наблюдало много почетных гостей. Среди них представители органов власти, муфтиата и спортивные им функционеры. Идея прекрасная именно в том плане, что именно благодаря таким героям России, чтобы наша молодежь равнялась и проводить такие турниры часто и больше. Это очень-очень замечательный, хороший турнир. Я думаю, что мы этот турнир в следующем году сделаем более масштабным, более крупнее. И я думаю, что больше пригласим гостей. Я думаю, что будет уже всероссийский турнир. Турнир призван укрепить дружеские отношения между спортсменами. Здесь же организаторы призвали граждан активнее участвовать в жизни муниципалитета. Сильнейших дзюдоистов в 13 весовых категориях помимо медалей наградили денежными премиями. Курбан Рагимов, Саид Магомирзаев, Саид Джамалудинов, телеканал ННТ, Огульский район. Ко дню России приурочили также ряд спортивных мероприятий в столице региона. На одном из пляжей Махачкалы прошел кубок города по волейболу. В спор за почетный трофей вступали 13 команд. В составах игроки самого разного возраста от 15 до 62 лет. На площадке спортсмены показали зрелищную игру. По итогам предварительных встреч в финал пробились команды Лагуна и Брабус. В матче за золото успех праздновали первые. А тройку призеров замкнула дружина Тур Дагестана. Лучшим игроком турнира признали Бувайсара Юнусова. Организатором мероприятия выступило Управление спорта, туризма и работы с молодежью Махачкалы. В этот же день в рамках еженедельной пробежки с чемпионами в столице прошел велопробег. С самого утра около ста любителей велоспорта стартовали от кольца МЧС, финиш состоялся на смотровой площадке горы Таркитау. В состязаниях участвовали не только профессиональные спортсмены, но и люди самого разного уровня подготовки. Победителю велосоезда достался велосипед, а призеров поощрили денежными сертификатами и другими памятными подарками. Под занавес мероприятия на смотровой площадке горы Таркитау был развернут государственный флаг. Впервые на Северном Кавказе прошел фестиваль «Уличная классика». Представители современных экстремальных видов спорта со всей России собрались на крепости Нарынкала в Дербенте. Посмотреть на яркие выступления пришло более трех тысяч зрителей, в том числе и наши корреспонденты. Слово Кариму Гамаеву. Футбольный фристайл, диджейинг, воркаут, баскетбол и многое другое. Впервые в Дербенте на Северном Кавказе проходит фестиваль «Уличная классика» и другое дело. Фестиваль уличной культуры и экстремального спорта на исторической площадке Нарынкала объединил всех поклонников и любителей ярких эмоций. Очень нравится, очень круто. Вообще, почаще бы такие мероприятия приезжали бы к нам в город. На мероприятие были приглашены спортсмены со всей России. Также возможность проявить себя получили и местные ребята. Я занимаюсь баскетболом около 8-7 лет. Пригласили меня сюда показать мастер-класс. Показать, чему я научился за все эти годы. Атмосфера здесь, в принципе, нравится. Первый раз такое. Все шикарно, все четко. Большое количество разных площадок. Футбольный фристайл, баскетбол, диджеинг и воркаут, где участники боролись за призовой фонд в 90 тысяч рублей. Я для этого сюда и приехал, чтобы выступить, и чтобы в Дагестане увидели экстремальные виды спорта. Такие вот, как здесь воркаут, баскетбол. Ну, все классика. Особенно я представляю скейтбординг. Это новое направление, но среди экстремальных видов спорта это направление номер один, самое популярное. Поэтому я знаю, что в Дагестане очень много талантливых спортсменов. И поэтому хотелось бы, чтобы они открыли для себя скейтбординг и этот мир магии. Старинная крепость на время превратилась в центр современной уличной молодежной культуры. При том, что проходят у нас мероприятия по всей стране, в разных городах, в больших и в малых, здесь непередаваемая атмосфера, это историческое место. И то, что нам удалось здесь провести, согласовать мероприятие, дорогого стоит, мы это ценим. Я думаю, будет крутой отклик не только в регионе, не только в стране. Я думаю, это уникальное событие для всего мира, чтобы в такой локации были представлены такие современные уличные виды спорта. Фестиваль оставил после себя много ярких впечатлений, объединив в себе людей разных возрастов и интересов, где каждый мог показать свою индивидуальность. Карим Гамая, Саид Шагидов, новости ННТ Дербент. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова